сразу беру быка за рога сегодня удивлю вас еще одним салатом из спаржи и на этот раз с добавлением ревеня я обметнулся в магазин и прикупил еще немного клубники белой спаржи мороженое малины а мне нужно будет именно мороженое рукула у меня есть базовый салат и соус тоже так ну и эстрагон эстрагона у меня как грязи в апреле в мае он у меня довольно частый гость потому что я готовлю много со спаржи всем привет на кухоньке ну как вы по моей продуктовой корзине поняли сегодня будет ревень на я на некоторые подумают ну чувак совсем уже с ума сошел я скажу вам так если бы я сошел с ума и был бы чокнутым то много лет назад я бы не пошел бы учиться на повара а выучился бы на сантехника по поводу сантехника был у меня свое время такой случай когда я еще активно изучал немецкий язык преподаватель спросил у одного молодого человека на какую профессию учился в россии он ответил сантехник но преподаватель понял его неправильно преподаватель сказал о сантехник от сантехника это ничто иной как дантист пришлось подкоррегировать нет он не дантист он сантехник gas und wasser installator то есть человек занимающийся прокладкой и ремонтом газовых и канализованных труб ну вот как-то так так что ребятишки не забивайте себе голову а только получится в немецкой народной поговорке что крестьянин не знает то он не ест это нужно попробовать и это будет вкусно но что я вам рассказываю давайте-ка я приготовлю вы посмотрите подумаете глядишь и присоединитесь потому что через 20 лет когда вы этот салат оцените я уже может быть копыта отброшу так что пользуйтесь случаем сейчас ну ладно поехали как готовится спаржа я показывать не буду это вы можете посмотреть моем отдельном видео в правом верхнем углу как я готовлю зеленую и белую спаржу спаржа мне уже отварено так белую я почистил я ее сейчас быстро отварю и точно так же порежу ревень это сезонный продукт конец апреля начало мая очень хорошо сочетается клубникой многие немцы с ним готовят по-немецки это называется компот только не только под которым мы знаем который мы пьем а консистенция у нее такая как варенье а также пекут с него сладкие пироги и добавляют различные десерты чистится он очень просто я уже заранее помыл эту часть можно отрезать и выбросить так эту часть тоже для удобства и его располовению ножом слегка захватываем и тянем на себя и все вот эти волокна прекрасно снимаются именно вот таким образом можно конечно это сделать и овощечисткой ну тогда у вас очистка будет больше поэтому я это делать не рекомендую то что здесь остается в немножко внутри ничего страшного здесь волокна мягенькие здесь я чувствую что я не все захватил и поэтому я его раз с половиной к ну и нарезаем следующим образом очень мелко его резать ни в коем случае нельзя потому что при приготовлении он как бы распадается он становится мягким поэтому я буду резать его вот на такие крупные ромбики но имейте виду да что такой уровень должен поместиться у вас во рту такое будет уже многовато не для всех но потом не говорите что я вас не предупреждал следующим шагом я приведу в чувство клубнику значит я это делаю просто следующим образом клубнику сначала я мою а потом вот эти чаши листики снимаю не наоборот потому что иначе если я сначала срежу их а потом клубнику помою то она у меня станет водянистой вот и весь секрет вот таким макаром более экономные люди делают вообще вот так вот вот прямо чуть-чуть снимают но это для меня слишком много возни поэтому я срезаю а вы у себя на кухне можете делать так как вам нравится я почищу всю для рецепта мне нужно в принципе совсем немного но что останется я съем ну или домочадцы съедят белая спаржа у меня тоже готова я ее нарезаю вот на такие небольшие рауты или ромбики обратите внимание старайтесь делать длину их не длиннее чем длина рабочей поверхности вилки ну вот так вот примерно хотя головки можно сделать чуть чуть длиннее спаржа у меня готова зеленая белая ревень я возьму небольшое количество буквально на две порции салата количество всех ингредиентов вы найдете у меня под видео сотейник я добавил 100 миллилитров обычной воды и 100 грамм сахара все это и вскипятил при помешивании чтобы сахар у меня полностью растворился в этом сахарном сиропе я буду бланшировать ревень почему но потому что он очень кислый в казахстане когда я был ребенком мы часто ездили в пионерский лагерь и в ущелье рос ревень но мы его называли кисличка потому что он кислый и у нас был такой неприятный инцидент то этот горный ревень если он будет съеден поздним летом то можно будет отравиться что и произошло со всем нашим пионерским отрядом так ну вот друзья мой сироп закипел он уже немного проварился сахар полностью растворился теперь я делаю следующее я бланширую ревень потому что он очень кислый он должен пожениться с сахаром чтобы стать приятным на вкус бланшировать я его буду 3 минуты не дольше потому что потом он начнет распадаться на волокна могу даже его накрыть 3 минуты и стекли и оставляю его остывать вот посмотрите то о чем я вам хотел сказать что видите он уже начинает распадаться на волокна поэтому дольше бланшировать его не стоит иначе он распадется и даем ему так остынуть а вы меня спросите а что же теперь делать вот с этим сиропом а я готов был к этому вопросу я сделаю следующее возьму кастрюль которая пошире отправлю сюда сироп добавлю сюда еще одну столовую ложку сахара в общей сложности меня примерно получится 120 грамм сахара мой сироп закипел немного уварился я отправляю сюда ревень сюда можно добавить цедру лимона цедру апельсина добавить немного апельсинового сока если хотите добавить корицу или добавить ваниль что я кстати и сделаю добавлю немного ванильного экстракта и буду готовить до тех пор пока он не начнет распадаться на волокнах вот процесс уже пошел и добавляю одну столовую ложку кукурузного крахмала разведенным слегка в холодной воде иначе у меня это так называемый компот получится слишком жидким и добавлю сюда клубнику тщательно перемешаю и дам поготовиться буквально одну минутку это традиционный классический немецкий рецепт ну и начинаю подачу сделаю я два салата с одинаковыми ингредиентами но выглядеть они будут по-разному значит спаржа добавляем ревень добавляем клубнику и добавляют салатный соус салатный соус это мой базовый ссылку на него я оставлю в котором я перебил блендером петрушку и строгон пока убираю в сторону возьму немного рукулы и отправлю часть соуса сюда я ее так сказать тоже промариную отправляю руку в тарелку и также отправляю в тарелочку спаржу ее не обязательно варить вы можете ее пожарить вот и все салат готов теперь делаю немного по-другому для начала мне можно приготовить салатный соус а делаю я просто в этот раз я клубнику показывать не буду я ее отправлю соус мелко нарезаю добавляю моего базового соуса так как цвет клубники потеряется в таком количестве то я пойду на маленькую хитрость я добавлю несколько ягод мороженой малины мне нужен цвет а также так как я добавил скажем так жидкости то мне нужна эмульсия а для этого я добавлю еще немного горчицы немного масла ну и соли чтобы эту жидкость которую я добавил тоже присолить и пробиваю погружным блендером так как я косточек не хочу я протрую через сито ну и делаю все то же самое немного соуса в рукулу две столовые ложки соуса будет достаточно и немного эстрагуна буквально чуть-чуть ну вот теперь посмотрите два салата с одинаковыми ингредиентами а какая оптическая разница сами видите если вы меня спросите какой из этих салатов я бы взял я бы однозначно выбрал бы этот но в этом салате мы видим клубнику в этом салате мы не видим клубнику труда ревень ты забыл но она может быть даже и к лучшему что я его не промариновал но тем самым я могу его показать что мне присутствует так ну чтобы не раздражать женскую половину это я сделаю для нее это для меня теперь я все это попробую так спаржа зеленая белая ревень и немного рукулы первый пошел я не буду вам ничего говорить вкус замечательный этим сказано все так салатик убираем но еще один виновник торжества наш компот с двумя ты уже подостыл и сервируется он вот таким вот образом вот так как я уже говорил можно добавить ванильного соуса вот так как у меня канал молодой у меня его еще на канале нет но когда-нибудь я обязательно сделаю а так это время отстреливайтесь без меня а также можно добавить шарик вашего любимого мороженого и маленькую зелененькую веточку мяты вот как то так ну а компот с двумя ты если вот так и это очень вкусно это очень хороший легкий десерт красота ну вот друзья скажем так эксперимент салатом мне удался я результатом очень доволен в этом салате мне удалось совместить это спаржа это клубника и это ревень это не то что я так взял спонтанно накидал их сказал вот красота какая все вместе красота нет это не так я все-таки подбираю продукты не только по сезону но и потому как они друг другу подходят хотя в кулинарии последнее время совмещают очень много несовместимых вещей но тем не менее кулинарии не стоит на месте двигается дальше если видео зашло если нет до новых видео будьте здоровы